Щелковский хлопчатобумажный комбинат имени Калинина. Молодому поколению это название, пожалуй, уже и незнакомо. А между тем, комбинат был одним из градообразующих и крупнейшим текстильным предприятием в Щелковском районе. Он прекратил свое существование в конце 90-х. Сегодня производственные корпуса сдаются в аренду. Но история его в Щелкове не забыта. 6 декабря на стене дома номер 13 по улице Иваново была открыта мемориальная доска Николаю Фомичеву, легендарному руководителю комбината с 1955 по 1975 годы. Немало ветеранов-текстильщиков пришли на церемонию. Открывали доску глава района Надежда Суровцева и дочь Николая Александровича Нателлы Жарновенкова. Меня переполняет благодарность и администрации Щелковского района, и вам за долгую память нашего отца Николая Александровича. Николая Фомичева называли уникальным человеком и руководителем. Он пользовался авторитетом не только на комбинате и в районе, во всей текстильной отрасли Подмосковья. Под его руководством были полностью реконструированы и переоснащены предельно ткацкое и отделочное производство, улучшены условия труда и быта сотрудниц. Фомичев вкладывал силы и душу и в социальную сферу. Построены четыре и реконструированы два детских сада. Создан мемориал погибшим на войне комбинатовцам и много чего еще. На нашем клавчатобумажном комбинате было при Николаю Александровичу полностью уничтожены казармы, а 19-я, единственная, которая сейчас осталась, она была тогда переделана, часть ее была переделана в квартирную систему. А какой шикарный санаторий-профилакторий был построен при нем. И фактически в течение года каждый из нас проходил лечение в этом санаторий-профилакторий. Вы помните, какое было профессиональное училище, сколько мы привозили людей с разных уголков России и обучали в своем профессиональном училище. Я вместе с мужем, который был направлен на это предприятие, как молодой специалист, приехал в 1973 году. И вот та встреча первая, где Николай Александрович сказал, ты знаешь, наверняка тебя куда-нибудь заберут, но мы патриоты, и фабрика должна работать. И действительно она работала. Николай Александрович, конечно, это наследие. Мало, наверное, сегодня таких руководителей, которые вот так в полном комплексе заботятся о своих сотрудниках. И я думаю, что руководители современные, наверное, им есть с кого брать пример. В 1999 году Совет депутатов Щелковского района посмертно присвоил Николаю Фомичеву звание почетного гражданина. А сегодняшняя акция – это продолжение планомерной работы властей района по увековечению памяти выдающихся земляков, отметила Надежда Суровцева. То, что мы открываем немориальные и памятные доски в тех местах, где проживали эти люди, делается для того, чтобы правильно воспитывались наши подрастающие поколения. Чтобы люди, которые живут в этом микрорайоне, которые приезжают в наш город, видели, сколько достойных памяти, достойных уважения людей жили в этом городе. Теперь ветераны хлопчатобумажного комбината вышли с инициативой присвоить улицы Фабричной имя Николая Фомичева. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».